В Бресте праздник, посвященный Дню государственного герба и флага Республики Беларусь, прошел, как всегда, с размахом. Эпицентром по традиции стала Центральная городская площадь. Здесь собрались представители вертикали власти, общественных организаций и объединений, предприятий и ведомств, активные горожане, гости областного центра и, конечно, ветераны Великой Отечественной войны. Для них этот день имеет особое значение. Во время войны я потерял родителей, так сказать. Пришлось у 14 лет браться за автомат и школьнику, ребенку делать военное дело. Мне радует, что подрастающее поколение, посмотришь на них, ну это золото, слушайте. Это наша, так сказать, замена, наша резерв, так сказать, и так далее. Поэтому все это складывается в то, что праздник нынешний, это очень дорого стоит и для каждого нашего человека, а для меня, я считаю, что в несколько раз больше. Державные символы, и они за все были и застанутся священными для каждого патриота нашей родимы. Герб и флаг Республики Беларусь С помощью простых и понятных цветов и детали отражают исторические и культурные традиции страны, преемственность поколений, характер народа, его духовный потенциал, менталитет. За частной залежности выросло целое поколение, какое не ведая иншей краины, окромя Республики Беларусь, свободной и суверенной державы. Мы повинны берегчи и броняйте до каштовности, як обороняли свою землю от ворога наши бочки, дяды и прадяды. В Бресте флаг торжественно пронесли по центральной площади и подняли ввысь под звуки гимна. Почитание символов государства воспитывает чувство патриотизма и любви к своей родине. Молодым брещанам Даниле Генделю и Дарье Ивановой доверили поднимать флаг не случайно. Я могу сказать только про себя, лично про меня, и это очень родная для меня страна. Наверное, самое лучшее, что я когда-либо встречал именно в Беларуси, это люди. Классные, замечательные, приветливые, отзывчивые люди. Это то, чего не найти нигде, наверное, ни в какой другой стране ты не найдешь людей, которые так близки тебе по духу. Это очень важное мероприятие для всего нашего народа. Это обозначает, что наша республика, она едина. Весь народ должен чтить память, так же, недавно было 9 мая, чтить память погибших защитников Отечества. И, конечно же, это означает, что наше государство, оно независимо. Особенную атмосферу празднику придали выступления. Яркие краски в торжество внесли лучшие творческие коллективы города. Большая концертная программа порадовала номерами танцевальных и хоровых коллективов Бреста. Спасибо нашим прадедушкам, спасибо нашим прадедушкам, за то, что книжках остались и оскокивались. Виктория Нечаева, Павел Малошон и Кантон Луговкин, телекомпания Бук-ТВ.